Рабочие поездки главы республики в муниципалитеты позволяют определить основные проблемы района и потенциальные точки роста. Для Комсомольского района это водоснабжение, ремонт, школ, переработка овощей. Олега Николаева в районе ждали. Жители переживают по поводу прокладки через территорию муниципалитета 7 километров федеральной трассы М-12. Подрядчику нужен песок. Есть карьер неподалеку от деревни Корезина. Его площадь порядка 20 гектаров. Но нет хорошей дороги, чтобы вывозить тяжелый груз. Жители Осановского и Сюрбейтакаевского сельских поселений давно уже используют окрестности для выпаса скота. Они считают, что выемка песка из грунта нарушит природное равновесие, может исчезнуть вода из колодцев. Это местная дорога. Для того, чтобы вывозить, вот если мы берем песок или грунт с этого карьера, то это примерно до федеральной дороги 15-16 километров. Вот отсюда. А дорога, мы приехали сюда, вот по этой дороге будут вывозить. То есть дорога, конечно, не предусмотрена для тяжеловесных грузов таких, не предусмотрена. Она, я думаю, что будет разбита. Как вариант карьер в соседнем Ибресенском районе в 10 километрах. Сначала предусматривалось, конечно, что Корезина вот этот карьер. Но дело в том, что сейчас поступили новые данные. Хомская, может быть, будем отрабатывать этот вопрос еще. Если будет возможность доставки там песка, конечно, и договоримся с предпринимателем, который является владельцами этого карьера. Но варианты будем искать. То есть это только начало работы. Вариант будет на один. Я думаю, что постараемся все завершить минимальными издержками. Глава Чуваши предложил искать альтернативные варианты обеспечения песком. Либо найти другой карьер, либо построить временную дорогу, чтобы не разрушать уже имеющуюся. Даже при таком масштабном строительстве нельзя забывать об интересах жителей. Есть решения альтернативные. Мы сегодня их рассмотрели. И они, в принципе, достаточно экономически даже обоснованы. Я думаю, что даже генпоградчик понесет меньшие затраты, чем будет тратиться на восстановление дорог, которые могут быть разрушены. Еще одна важная проблема – обветшалые плотины на малых реках. Буквально со дня на день начнется поводок. Гидротехническое сооружение на речке Малая Ярекла между деревней Полевые и Нелли и Полевой Сундырь в аварийном состоянии. Если большая вода размоет дамбу, то может пострадать и другая, которая находится ниже по течению. В зоне затопления могут оказаться жители пяти деревень. У района администрации есть план действий, если возникнет чрезвычайная ситуация. Но надо думать о будущем. Плотину будут реконструировать. На проектно-сметную документацию уже есть положительное заключение экспертизы. Ситуация с плотинами типична для многих поселений. Сейчас началась работа по анализу всех гидротехнических сооружений в Чувашской республике. И через оценку и экспертизу их состояния будем вырабатывать также программу их приведения в нормативное состояние. С тем, чтобы здесь, ведь помимо весеннего паводка, эти гидротехнические сооружения решают задачу и противоэрозийная. Ремонту подлежит и школа номер два в районном центре. После детального обследования выяснилось, что износ составляет более 50%. Менять надо многое. Школа попадет в программу модернизации образовательных учреждений, которая была запущена в прошлом году. На эти цели уже выделено более миллиарда рублей. Комсомольский район нуждается в современной системе водоснабжения и водоотведения. Чувствую воду ждут в жилых домах и на предприятиях. Об этом говорили на производстве сушеных овощей в одной из агрокомпаний. Здесь перерабатывают картофель, морковь и свеклу. Глубокая переработка – тоже перспективное направление в сельском хозяйстве. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика.